Всем большой привет! Я очень рада, что вы нашли время и заглянули ко мне на канал. Начинаю свой сегодняшний влог с приготовления завтрака. И сегодня у меня такой экспериментальный завтрак. Первый раз делаю яичный ролл. На самом деле делается все очень просто. Разбила одно яйцо, добавила буквально столовую ложку молока кокосового. Конечно, можно использовать и обычное молоко. Вообще можно и без молока делать, просто разбить яйцо, немножко подсолить. И обжарю вот такой блинчик на сковороде. Я жарю без масла. У меня сковорода антипригарная, хорошо от нее отстает, ничего не прилипает. Начинка может быть у этого ролла абсолютно любая. У меня будет основа этот творожный сыр и овощи, огурцы и помидоры. Можно использовать, конечно, и рыбу, и авокадо, и курицу, и тунец. Я не знаю, в общем, все, что есть в холодильнике, все, что приходит на ум, все можно туда добавлять. Мне кажется, будет вкусно совсем. Так что получается вот такой вот яичный блинчик. И уже начинаю его начинять начинкой. Как сказала, у меня творожный сыр и буду овощи укладывать. И все заверну просто в рулетик. Такой интересный вариант. Не знаю, почему раньше так не делала. Очень вкусно получается. Но так для разнообразия очень даже может быть. Свеженький и полезный вариант завтрака. Так что, кто не пробовал, тоже обязательно поэкспериментируйте. Делается все быстро и просто. Ну и в дополнение у меня на завтрак еще будет бутерброд с паштетом и тыквенные семечки. Ну и шоколадка, орешки, кофе и фрукт. В общем, все как обычно. Кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. И хотела поделиться с вами тем, как мы порой проводим уже достаточно холодные зимние вечера. Конечно, хочется иногда расслабиться. Знаете, просто провести время вместе со своими детьми, с близкими и родными. А еще, если это время проводить увлекательно и полезно, то это вообще, мне кажется, замечательно. Я уже говорила и, наверное, не раз вы видели, мы очень стараемся играть с детьми в настольные игры. Но вообще, конечно, очень здорово, что есть такие игры, которые будут интересны и взрослым, и детям. Потому что у нас все-таки дети разновозрастные и достаточно сложно найти, чтобы заинтересовать можно было всю семью. Сегодня мы играем в игру «Крока ты» и «Крока я». Здесь каждый играет сам за себя. Ну, это мы сейчас так играем. А вообще, по правилам, нужно разделиться на команды. Мы сначала играли по командам. Ну, по два человека в команде были. А потом уже просто стали друг, как бы против друга играть. Нужно отгадать как можно больше слов, написанных на карточках. Там, кстати, есть два уровня сложности. Так что как раз вариант «Поиграть с детьми» отлично просто подойдет. И если использовать потом для взрослой компании, то можно использовать слова посложнее. И нужно отгадать, в общем, и прийти к первым финишу. Отгадать как можно больше слов. Слова можно тут объяснять другими словами. То есть нельзя использовать однокоренные слова. Также можно показывать жестами или рисовать, чтобы объяснить слово, которое написано на карточке. Вариант «Каким образом объяснять нужно» выпадает на кубики. То есть каждый раз можно по-разному. Либо словами, либо жестами, либо рисовать. Очень интересно. То есть, знаете, не однообразно. Эту игру можно приобрести в магазинах «Магнит». Там с 7 декабря 2022 года по 14 февраля 2023 года проходит акция с настольными играми. В коллекции представлены обновленные версии культовых настольных игр, а также суперновинки. Настольные игры «Магнит» помогают развивать навыки коммуникации, расширяют словарный запас, развивают воображение и помогают с интересом, конечно же, провести время в кругу семьи и близких людей или друзей. Настольные игры могут стать отличным подарком. Порадуйте близких вам людей интересной игрой и проведите вместе время за увлекательной партией игры. Настольные игры «Магнит» отлично подойдут для всех возрастов. При покупке с «Магнитиками» «Магнит» приобрести коллекцию настольных игр можно со скидкой до 86%. Цена на коллекцию при покупке с приложением «Магнит» ниже. Для получения «Магнитиков» совершите покупку с предъявлением карты «Магнит» из мобильного приложения или с использованием пластиковой карты. Еще у нас есть игра «Скрибли Бумс». В нее играют вдвоем, втроем или вчетвером. Мы сегодня с Ярославом вдвоем играли, пока совушка у нас спал. В основе игры это простая идея кроссворда, а цель – сложить из буквы на игровом поле как можно больше слов. Циферки на фишках с буквами и некоторые на клетках на поле – это очки. Их нужно зарабатывать, складывая словам. Тот, у кого в итоге больше всего очков накопится, становится, собственно, и победителем игры. Честно скажу, игра очень полезная, заставляет хорошенько пошевелить мозгами. Полезна не только детям, но и взрослым, честное слово. Также в «Магните» представлена «Зверомафия». Это игра, в которой честные жители борются с организованной преступностью. Дни и ночи в игре по очереди сменяют друг друга. И ночи в этой игре будут очень темными, и точно никто никого не увидит. Потому что в комплект входят 10 классных масок для глаз. Ночью мафиози, сговорившись, расправляются со своими жертвами по одной. Днем игроки ведут жаркие споры. Мирные жители пытаются вывести преступников на чистую воду и избавиться от них. А преступник любой ценой отвести от себя подозрения. На какой стороне окажешься в игре, решает только слепой случай. Ну и наша любимица, это игра Imaginarium для друзей. Это популярная настольная игра на воображение и интуицию. Нужно придумывать ассоциации к необычным и странным картинкам. И угадывать ассоциации других игроков. Мы полюбили эту игру еще со взрослой версией. Ну а здесь такие картинки для детей просто замечательные. Яркие, красивые, сказочные, необычные, очень здоровские. Imaginarium для друзей подойдет для людей всех возрастов. Причем, чем больше разница в возрасте у игроков за одним столом, тем интереснее получится партия. И специальная версия для друзей, она дополнена эксклюзивными карточками, созданными специально для коллекции Magnit. Замечательно подходит для семейных игры с детьми, для игры в кругу друзей, с одноклассниками или коллегами. И что хочется сказать в целом про настольные игры, которые представлены в магазинах Magnit. Очень хорошая цена с учетом покупки с магнитиками. Плюс высокое качество. У нас, как вы знаете, большое количество разных самых настольных игр. Правда, мне есть чем сравнить. Качество меня очень порадовало. Плотные, хорошие коробки. Это уже сразу о многом говорит. И внутри, конечно, тоже все отлично. Плотные карточки, хорошие игровые поля, фигурки. Все замечательно сделано. Так что обязательно участвуйте в акции и соберите всю коллекцию игр. Я оставлю в описании ссылку, где можно подробнее ознакомиться с условиями акции. И ссылку для скачивания приложения Magnit, чтобы приобрести настольные игры с хорошей скидкой. И немножко мотивации на уборку. В декабре, наверное, любую уборку можно назвать предновогодней. Но я, по крайней мере, так считаю. И сегодня буду прибираться в кухне-гостиной. Я очень рада, что в ноябре перестирала везде шторы. Единственное, у меня осталась комната, которая бывшая Макара, которую мы отдаем совушке. И пока мы ее не будем делать. Но я вам попозже расскажу, что, зачем и почему. Поэтому с текстилем, с таким вот глобальным, в принципе, у меня все готово. Такие моменты, наверное, остаются. И вот в кухне-гостиной я начала именно с бытовой техники. Ну, потому что нужно было уже ее помыть. В таком она состоянии была. Я взяла азолит, намазала. Но, видели, наверное, у меня сломался вот распылитель. Вот эта верхняя штучка. И я просто на тряпочку нанесла саму жидкость и намазала. Забегая вперед, скажу, что это не самый удачный вариант. Потому что пена, она все-таки густая, она держится долго, она работает долго. А жидкость как-то быстро у меня вся выветрилась, что ли. И не очень-то сработала. Ну, я потом вернусь. Думала, что пока буду делать другие дела, заниматься другой уборкой. У меня там все как следует отойдет. Ну, как обычно. Ну, в общем, тут немножечко не так получилось. Ну, ладно, перешла к подоконникам. Разбираю. Ну, вот тот подоконник, который у нас у телевизора, в принципе, он всегда свободен. Просто обтерла там пыль и батарею. А вот на этом подоконнике у кухни все время скапливаются какие-то вещи. Потому что он как горячая точка у нас, знаете. Дети, когда что-то не знают, куда положить, они вот почему-то именно на этот подоконник складывают. И плюс Ярик, когда убирается на кухне, тоже, если не знает какие-то приспособления кухонные, да, где их место, то он почему-то складывает туда, думает, что, ну, наверное, там не видно никому. Вот. Ну, я так периодически потом заглядываю, пытаюсь разобрать это все. Ну, и такие сегодня тут моменты основные. Перешла уже к люстрам, оботру пыли на шкафу, вот на панели на нашей. Все как следует протру. И будем просто выходные уже ставить елочку. Если честно, планировала ближе к двадцатым числам ставить. Но я вам говорила, что забронировала, заказала фотографа. Изначально с ней договорились на конец декабря. И заказала фотографа я, чтобы пришла к нам девушка домой. Раньше мы как-то ходили на фотосессии в разные фотостудии. Вот. Иногда даже сами фотографировали. Просто как бы красивая фотостудия. Это уже полдела. Фотоаппарат зеркальный у меня есть. Ну, был такой опыт. В принципе, только за аренду фотостудии платишь. Получается очень выгодно. Фотки вполне нас устраивали. Вот. А здесь я почему-то вот захотела. Давно мы не ходили и фотографов не вызывали. Как-то не заказывала. Захотелось, в общем, сфотографироваться. И подумала, что дома, в принципе, у нас ничуть не хуже, чем в любой украшенной фотостудии будет. Но потом мы с ней перенесли, ну, там, немножечко не получается у нас по датам. Перенесли фотосессию на чуть ближе число. Поэтому ёлку будем ставить чуть раньше, чем я изначально планировала. Так что убрала там кашпо, которые бетонные цветы тоже убрала на подоконник. Так, освобождаю угол. Ёлку в этом году будем ставить вот здесь, в кухне-гостиной. Первый раз в нашей отремонтированной комнате. И вот как раз в углу, который при входе справа. Я его освободила. И уже перешла тут к дивану, к текстилю. Знаете, думала постирать сразу же чехол. Но решила, что пока не буду. Потому что ещё весь декабрь впереди. Я недавно только отстирывала тут пятна черники. Делилась, кстати, в Телеграм. Хорошо мне подсказали тогда, как отстирать. Большое спасибо. Кипяток мне помог. И с перкарбонатом потом в машинке просто постирала. Всё отошло отлично. Даже намёка не осталось на чернику. И подумала, что ещё дети тут у меня прилично диван за это время уделают. Так что ближе к двадцатым числам, наверное, постираю. Чтобы в Новый год всё-таки максимально чистый был диван. И надеваю сейчас декоративные наволочки. Показывала вам буквально в предыдущем видео в покупках. И если честно, не знаю, как-то не очень они мне понравились, когда я их надела. Ну, как будто что-то немножечко не моё. Очень понравилась вот та, которая бордовенькая. Она такая чуть с грязноватым оттенком. Мне кажется, классно она смотрится на тёмном кресле. А вот эти светлые, особенно розовые. Ну, я вам уже говорила, что розовая это вообще такой цвет у неё яркий. Я, конечно, не ожидала. Я когда выбирала на сайте, мне казалось, она гораздо спокойнее. В общем, я пока оставила так. Походим, посмотрим, приживутся или нет. Ну, если что, посмотрю. Может быть, какой-то вариант подберу, более подходящий. И всё-таки заменю. Вот. Ну, и уже перехожу к таким уборкам. Обтёрла дверь. И обтираю плинтус, розетки. И рядом с плинтусом пол. Потому что буду мыть потом пол шваброй паровой. Так что запустила ещё робот-пылесос, чтобы он большую грязь всю собрал. Потому что паровая швабра грязь не собирает. Так что с той стороной, в принципе, разобралась. Всё более-менее. И перехожу уже сюда на кухню. И вообще не планировала я здесь, что-то такое сегодня грандиозное делать. Во всякие шкафы забираться. В принципе, у меня там более-менее. Я сейчас пройдусь по столу и стульям. Стол, в принципе, тоже в хорошем состоянии. У него только с торца я увижу сейчас. Ну, не всегда замечаем. Дети часто вытирают со стола. И торец как-то остаётся у нас не совсем чистым. Так что специально набрызгала, чтобы получше всё отошло. Ну, и стулья. Конечно, стулья почему-то грязные были. На них прям крошки были. Видно, Ярик с утра у меня вытирал. И, знаете, так, со стола-то смело сметал эти крошки. Ну, они как раз на стулья все падали. Ну, вот он придёт сейчас, будет обедать перед школой. Так что я ему как раз об этом расскажу. Вот. Ну, ладно. Помыла. И стул Савушкин тоже приведу в порядок. И, в принципе, с обеденной зоной более-менее разобралась. Конечно, ещё буду попозже обтирать. Но, вы знаете, как говорится, чуть-чуть сегодня, через неделю ещё чуть-чуть. Лучше не накапливать, да? А понемножечку вот так вот делать. Есть возможность. Здорово. Прибрала. Вот. В шкафы ни в какие, уже сказала, забираться сегодня я не планирую. У меня, в принципе, есть ещё некоторые задачи. До Нового года именно по кухне. Буду кое-что переорганизовывать. Так что, когда буду это делать, тогда и приберу. Вот. А сейчас хочу поменять композицию на подносе, которая стоит у нас на обеденном столе. У нас там вазочка была с сухоцветами. Такая осенняя композиция. Конечно, хочется мне уже сменить на новогоднюю. И покупала я вот такую белую веточку в фикс прайс. И нашла в гараже такие вот прошлогодние, даже позапрошлогодние веточки. Они все разные. Зелёная там ветка и красные какие-то ягодки, яблочки. И кое-где есть шишки. И просто так их ставила. И решила побрызгать искусственным снегом, чтобы они более-менее сочетались с белой веточкой. Но вроде более-менее так получилось. В принципе, мне понравилось. Сразу же создаётся праздничное какое-то настроение, хотя совсем небольшая композиция. И положила ещё гирлянду небольшую сюда. Тоже создаёт уют. Ну и перехожу я к столешнице. Тоже здесь всё как следует протру. И на подносике своём, где у меня там сахарница, солонка, бутылка для масла. Всё это тоже нужно обтереть и посмотреть. Но главное сам подносик привести в порядок. Потому что там, конечно, крошки и соль периодически скапливаются. Так что всё вытряхну. И тоже поменяю здесь композицию. У меня тут такое небольшое бетонное кашпо. Там просто зелёные листочки стояли. И сейчас поставлю веточки. Тоже новогодние. Ну, сразу же создают настроение, мне кажется. Вот. Убиралась я это на неделе. В начале недели. Дома была одна. Вот Ярик только потом пришёл с занятий. Но он всё равно в школу идёт. А совушка был в садике. И скажу сразу, два дня вот он походил. В общем, начал что-то кашлять. И, конечно, я его вывела из сада. Сейчас вот сидим уже с ним дома. Не первый день. Честно скажу, очень рада, что у меня есть такая возможность. Знаете, не доводить до критического какого-то состояния. А, как говорится, перестраховаться. Где-то перебдеть. И ребёнка подлечить как следует. Вот. Так что сидим. Знаю, что многие сейчас болеют. Причём болеют очень тяжело. Какие-то заразы всё цепляются. Будь они неладны, то одна, то другая. В общем, всем желаю самое главное крепкого здоровья. И взрослым, и детям. Так что будьте здоровы. Всё остальное обязательно будет. Домываю здесь плиту. Обтёрла там у раковины всё под подставкой для ножей. И перехожу уже к микроволновке и к духовке. Как сказала, у меня вся жидкость эта испарилась быстро. И не особо-то там поработала. Но если микроволновка там более-менее, у меня там грязная, просто в основном, наверное, крутящаяся вот эта стеклянная подставка была. Я её достала, ну как и противни, все постираю в посудомойке, загружу чуть позже. То в духовке, конечно, дела обстояли немножко похуже. И там пришлось потрудиться. Но сначала просто тряпкой влажной пыталась как-то размочить. Потом в итоге и губку металлическую возьму. И несколько раз вот так вот буду туда-сюда. Но в итоге ничего. В общем, получилось кое-что отмыть. И вот здесь вот у меня, кстати, резинка рваная, можете видеть, в правом верхнем углу. И тёмное пятно от неё. Порвалась у нас резинка, вот этот уплотнитель, ещё на старой кухне. И там даже фасад немножко пожелтел, стал, ну от горячего воздуха. И вот здесь, знаете, вот такое дело, прям руки всё не доходили. Где-то найти, заказать. Вот писала себе это в список незавершённых дел. И вот на этот момент, когда уже снимала эту уборку в начале недели, нашла на Wildberries, заказала. Кстати, многие писали тогда про ручки. И, в общем, любые запчасти, имейте в виду, можно найти. Мне кажется, Озон Wildberries просто по марке бытовой техники, да, и по названию то, что вы ищете. Всё сейчас есть, конечно, очень удобно. Вот, ну а сегодня, озвучивая уже к концу недели, резинка уже пришла, поменяли, всё здорово, всё встало. Так что, надеюсь, всё хорошо у нас теперь тут будет. Фасады хоть не испортятся. Вот, ну, в общем, всё помыла. И уже загружаю в посудомоечную машину. Все противни. Нужно было сразу это сделать, когда только набрызгала. Ну, ничего, ладно, посудомойка никому не мешает. Не сразу у меня здесь влезло. Решётки там немножко мешали. Так что переложу сейчас на другой уровень, и всё хорошо войдёт. И домой здесь уже остаётся у меня раковина. Как следует прям намывать тоже не буду. Ну, такая обычная, ежедневная, наверное, больше уборка. И на этом, в принципе, в кухне-гостиной на сегодня мои дела закончены. Все тряпки и полотенца после таких уборок обязательно уношу в стирку. Ну, и тряпки регулярно стираю. Машинки в стиральной, знаете, после стирок становятся практически как новые. Ещё сушилки посушу, и которые такие мохнатенькие, они вообще хорошие становятся. Главное, вот этот запах кухонный убирается во время стирки. Это очень хорошо. И всё. У меня робот-пылесос здесь большую грязь собрал. И, как сказала, буду мыть пол паровой шваброй. И я уже говорила, я предварительно так иногда пробегаюсь и какое-то средство брызгаю. Но вот здесь у меня средство универсальное. Мне тогда присылали на обзор очень классные такие таблетки, которые нужно растворять в воде. Можно использовать и для мытья поверхностей, и для полов, вообще каких-то игрушек, и чего угодно. Так что я вот одну растворила. Но это у меня уже не первая бутылка. Я использую бутылку из-под средства для холодильника. Очень хороший там распылитель. И сама бутылка форма удобная. Так что не первую таблетку уже так растворяю и использую. И на стол, на стулья, и на пол брызгаю. Растворяет грязь, дезинфицирует. И как раз прохожусь потом паровой шваброй. И всю вот эту грязь она собирает. Вот после неё, знаете, такое какое-то ощущение, прям именно чистого пола. Такого, какого-то стерильного что ли. Потому что, например, после моющего пылесоса тоже, да, ты чувствуешь, что пол чистый. Но в плане, наверное, только того, что нет грязи. Вот. А здесь прям такой вот этот горячий пар. И как будто, правда, может быть, это, конечно, в голове какие-то убеждения. Но кажется, что пол действительно не просто чистый, а прям безопасный. Музыка. 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 А я понемножку начала себя радовать небольшими, но очень приятными такими вещами. Я вам не раз показывала аромабоксы, которые заказывала с сайта Рандеву. В каждом из них 8 маленьких стеклянных флакончиков по 1,5 мл. Их хватает примерно на месяц регулярного использования. И, конечно, это очень удобно, потому что можно распробовать все ароматы. Можно каждый день менять аромат по настроению. Ну, и определиться с выбором, чтобы потом уже заказать полноразмерный флакон. Ну, что, собственно, я и сделала. Мой выбор пал на Аква Аллегория от Герлен и серия вот это Мандарины Базилик. Очень уж мне понравился этот аромат. Очень такой тонкий, нежный, но в то же время совсем непростой. И вот этот легкий аромат мандаринок, он мне показался прям идеальным парфюмом. Это, знаете, для новогодней поры. Что касается сайта Рандеву, то хочется сказать, что у них всегда качественная, надежная упаковка, очень быстрая. И они к заказам всегда добавляют маленькие подарочки. Все духи, которые представлены на сайте, это, конечно же, оригиналы. Они приобретаются у официальных дистрибьюторов и имеют высокое качество. Вообще, на сайте у них очень легко разобраться, там понятно навигаться. И часто бывают очень выгодные акции и скидки. И сейчас, перед Новым годом, конечно же, не исключение. И плюс у меня есть промокод, который суммируется со скидками на сайте. Так что, кого заинтересовало, всю информацию вам оставлю в описании к этому видео. Обязательно заглядывайте. Ну, и после детского сада занимаемся тут, играем с совушкой. Многие, конечно, отметили в предыдущих видео, что ребенок прям стал больше говорить, разговаривать. Такой скачок у него в развитии произошел. Да. Ну, не знаю, может быть, сад на него так влияет. Вы знаете, сейчас могу сказать, что, в принципе, к саду он адаптировался. Вот сейчас дома сидим сколько-то дней. Он прям даже так вспоминает. Ярек у него спрашивает, в садик завтра пойдешь? Он говорит, да, да. У меня там воспитатели любимые, нянечка. Вот. Как-то так нормально. Тфу-тфу-тфу, привык, умничка. Конечно, это тоже скачок. Ну, и возраст, наверное, пришел. Время пришло. Начал ребенок говорить. Ну, и дома мы стараемся заниматься, играть. И, конечно, сейчас стало вообще очень интересно. С каждым днем все какие-то новые у него фразочки такие забавные вылетают. Ко-ко-ко. Думаешь, курочку позвала? Да. Нет. Позвала внучка жучку. Кто это? Гав-гав. Конечно, собачка. Жучку. Смотри. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут. Вытянуть не могут. Мам-мам-мам. Да, это яичко. Позвала тогда жучка. Знаешь, кого? Мам-мам. Кого жучка-то позвала? Баба. Кошку. Кошку позвала. Мяу-мяу. Мяу-мяу, да. Мяу-мяу. Угу. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку. Мам-мам-мам. Это два яичка, да. Два яичка. Мям-мям-мям. Ням-мям-ням. Само что ли кушать будет? Да. Да. Ну, давай тогда просто всех животных будем называть? Да. Это кто? Мяу-мяу. Мишка, да? Да. Это Мишка. Да. Это у нас кто? Мяу. Мяу. Скажи, киса. Где ням-ням? Что, где ням-ням-ням-то? Какой ням-ням? Там. Булка-то твоя там, да. Где ням-ням? Сюда положи. Да пускай она там лежит. Никто её не съест. Ты что, боишься, что кто-то съест её? Да. Ты только съешь, точно. Так, скажи, киса. Мяу. Мяу. А это кто? Гав-гав. Гав-гав. Собака, да? Скажи, собачка. Мишка. Это Мишка, да. Скажи, где у собачки ушки, сова? Скажи, ухо. 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 Молодец, ухо. А это кто? Волк. Молодец. Волк зубами щёлк, да? Где у волка носик? Молодец. Скажи, нос. Нос. Нос, точно. А где у Савы нос? Вот у Савы нос. А у мамы где нос? И у мамы есть нос? Да? Всех. У всех есть нос? Да. Какой ты умница, Сава. А это кто? Зайка-попрыгайка. Зайка. 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 Где ушки у Зайки? Скажи опять. Ухо. 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 Молодец. А где лапки-то у Зайки? Вот они, лапки у Зайки. Точно. Угу. Так. А у нас тут кто еще-то? Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Конечно. Курочка-ряба, да? Ряба. 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 Так вот. Курочки-яичко-то надо, Сава. Курочки. Кто у нас яичко-то сидел? Снес-нес яичко. Курочка, да? Не могу, в общем, сама любуюсь, как он отвечает на все вопросы. Вот такой у нас планшетик фетровый. Это подписчица моя Марина тогда присылала Савушки летом. Вот до сих пор актуально. Очень классный. Достает, играет, очень ему нравится. Поищу, оставлю вам ссылку. Может быть, кому-то тоже нужно. Детям, внукам, племянникам, друзьям. Очень классная вещь. И главное, долгоиграющая. Загляните, у нее изделия ручной работы. Очень интересные. Может быть, кому-то к праздникам присмотрите что-то в подарок. И на днях был у племяшки у меня день рождения. Ходили в детскую комнату. Отмечали ей 8 лет. Все у меня мальчишки ходили. Вот, кстати, после этого вечера Савушка начал кашлять. Утром разбудила. Думала, пойдем в садик. Но он проснулся. До ночи, в принципе, нормально спал. И как-то так вообще с утра мне не понравилось. Так что, не знаю, теперь грешу. Может быть, здесь тоже набегался, напрыгался, вспотел. Может, потом продуло. А может быть, такое количество детей. Не знаю. Понятно, что не убережешься. Так не загадаешь, откуда, что и почему. Ну ладно. Пока иммунитет не сформируется, так будет. Главное, не запускать и вовремя обращаться к врачам при необходимости контролировать. Вот, племянницы отмечали день рождения. Вон она, красотка в белой футболочке, в черной юбочке. В прошлом году я, кстати, показывала тоже некоторые кадры с ее дня рождения. Отмечали на мансарде у нас. Приглашали аниматоров. Там было классное шоу мыльных пузырей. Оставлю, кстати, ссылку в описании. Кому интересно, посмотрите. Очень эффектно, мне кажется, там тоже было мероприятие. Ну и здесь интересно. Причем интересно, знаете, я думала, Сави такое еще рано. Но посмотрите, вот как он среди второклассников так хорошо прямо среди них играет. Тоже подхватывает то, что нужно делать, слышит. Ну, конечно, где-то на своей волне, но все равно вообще умница. Отлично себя ведет в компании. Вот это я опять про адаптацию к детскому саду. Наверное, знаете, это в целом какая-то адаптация приходит. И ребенок уже перестает других детей, других людей как-то бояться, стесняться. То есть он становится, я думаю, более раскрепощенным, что ли. И все-таки я считаю, что детский сад, да, тоже этому способствует. Ну, а видео мое на этом подходит к концу. Большое спасибо, что досмотрели. Надеюсь, вам было интересно, полезно. И увидимся с вами совсем скоро в новых роликах. Желаю всем хорошего предновогоднего настроения. Не старайтесь, наверное, угнаться куда-то. Живите, ждите и наслаждайтесь просто каждым моментом здесь и сейчас. Увидимся с вами совсем скоро. Всем до встречи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok